Почему погибли рыси? Этот вопрос сейчас интересует волонтеров и защитников животных. В Кирове еще весной поймали двух рысят. Этим занимались сотрудники Центра Большое Гнездо, как и взрослую самку, которую назвали Мира. Ее волонтеры поймали еще в прошлом году. Рысь уже на тот момент была больна и ее отправили в организацию Дом Тигра, по сути хоспис для животных в Ленинградской области. А двух рысят-сирот кировские волонтеры выходили и отправили в Центр изучения и охраны диких кошек во Владимирской области. И буквально на днях пришла печальная новость. Оба рысенки погибли, умерла и рысь мира. В организации «Рысиный патруль», которая занимается спасением рысей по всей стране, написали об этом пост и задались вопросом, с кем советовались представители Кировского Центра Большое Гнездо, когда отправляли животных в другие регионы. У меня возникает вопрос. Почему в обсуждении распределения животных принимала участие, вообще принимала участие эта организация? Это первый вопрос. Почему она настаивала на отправке животных в ту или иную организацию? Это их личное дело. Это те подробности, которые нас с вами, как обыватели даже, как налогоплательщиков, не должны интересовать. Мы видим некий результат. Результат ужасный. Организация, в которую эти животные были отправлены, она занимается всем, чем угодно, но только не спасением животных. Однако в Кировском Центре Большое Гнездо уверены сотрудники организации во Владимирской области, куда отправили рысят, имеют большой опыт в выхаживании диких кошек. Там достаточно места для животных, есть все условия для них. Опыт содержания рысей и выпуска рысей у этого центра отличный. У них хороший большой вольер, 0,5 гектаров, то есть это 5000 квадратных метров, если мне память не изменяет, в то время как вольер, который предлагали рысиные патрули и организация «Ромашка», максимальный размер был вольера 500, то есть 500 квадратных метров. Поэтому мы ориентировались на успешный выпуск рысей из большого вольера, где за животными наблюдают по специальным фотоловушкам. Почему погибли дикие кошки и кто понесет за это ответственность? Этими вопросами сейчас занимаются специалисты. Мы направили запрос в Министерство экологии Кировской области. Будем следить за развитием событий.